в этом видео поговорим о растровой и векторной графике также я поставлю все точки над и вопросе о том какая же все таки графика создается фотошопе оставайся со мной за тебе эта тема интересна всем привет с вами снова наталья и школа графического дизайна из чего состоит изображение которое мы видим перед собой давайте мы приблизим для этого зажмем control и будем нажимать плюс вот у нас изображение приближается и мы видим что мы приблизились уже масштаб у нас 3200 сейчас я с помощью руки смещу в то место где у нас более контрастное изображение ну вот допустим мы видим что наше изображение это клетки как все живое на земле изображение состоит из клеток но в нашем случае клетки называются пиксели все изображения которые мы получаем путем сканирования фотографирования различными устройствами это совокупность пикселей видим что у каждого пикселя свой цвет этот цвет мы можем выбрать пипеткой то есть мы щелкаем по пикселю и цвет меняется собственно вот здесь да темные цвета светлые любые другие зайдем в палитру цветов щелкнув для этого два раза по верхнему квадратику то есть верхний цвет основной нижний цвет это вспомогательный видим палитра цветов видим что вот выбран наш цвет и также видим что есть цветовые модели и каждый цвет собственно прописан цифрами по двум основным цветовым моделям таким как cmy key и rgb у меня есть видео ссылочку я оставлю в подсказках и в описании также с решеткой мы видим шестнадцатиричное значение цветов это цвета для в пространстве тоже здесь особо не останавливаюсь все это вы найдете без труда в интернете ссылки я на википедию на статьи оставлю также в описании то есть как вы сами понимаете закрою это окно растровое изображение оно тяжелое то есть получается в памяти нужно описывать каждый пиксель вот этим математическим значением естественно чем больше точек на дюйм на единицу измерения тем тяжелее файл и такой еще момент давайте мы control минус отдалим изображение то у нас оказывается был глаз также если мы допустим ведем какую-то корректировку изображения ну например не знаю цветовой тон насыщенность у нас меняется описание каждого пикселя то есть конечно представляете какие математические вычисления приходится проходить делать программе чтобы просчитать все вот эти вот наши изменения не буду делать отменю действия ну и как вы понимаете что размер растровое изображение он ограничен разрешением но наверное то что я говорила до этого всем в большей или меньшей степени известно но сейчас мы пойдем дальше и создадим с вами новый документ и поговорим о создании вектора программе photoshop документ создаем абсолютно по любым параметрам пусть по умолчанию эти все у нас размеры будут сейчас мы возьмем с вами какую-то произвольную фигуру я возьму вот геральдическую лилию мне нравится очень это изображение зажму shift и нарисую чтоб она рисовалась пропорционально наше изображение рисуется она конечно же выбранным в прошлом файле нашим цветом сейчас мы с вами нажмем ctrl-t и с shift будем масштабировать то есть вот это вот все и опорные точки они напоминают нам работу векторном формате приблизим да сделаем применить приблизим видим край но край все равно остается растровый изображение растровое видим край пиксельный то есть понимаем что у нас изображение растровое но сейчас я вам докажу что это все таки вектор отдаляю давайте мы сейчас это изображение нажав ctrl-t с shift уменьшим ну да вот таких хороших маленьких размеров обязательно применить либо нажать enter дальше я правой клавишей создаю дубликат слоя то есть у меня встает та же самая фигурка на это же самое место я ее смещу давайте все таки поближе посмотрим пока ничего конечно же не произошло но один из слоев ну давайте копию мы правой клавишей растрировать слой сделаем либо можно слои растрировать вот пожалуйста и и сейчас произведем несложные манипуляции мы с вами увеличим нашу копию слоя который у нас растрирован уже ctrl-t нажимаю и с shift-ом увеличиваете что уже да происходит уже кое-какие выводы можем сделать и обязательно сделаю галочку применить и пойду на слой где у нас была изначальная фигура тоже нажму ctrl-t и также ее увеличу они конечно сейчас по цвету сливаются но если мы до применить посмотрим на приближение то мы видим что это изображение осталось растровое но край у него остался хороший это изображение конечно в качестве потеряла то есть это первое доказательство того что у нас фотошопе мы можем рисовать векторные объекты теперь следующий момент тоже я вам еще более глубоко продемонстрирую то что это векторные объекты мы снова создадим новый документ опять же с любыми параметрами нажмем создать я возьму инструмент перо я также в этом файле нарисую какую-то произвольную фигуру возьму что не другое давайте возьмем ножницы допустим с shift-ом нарисую дальше возьму инструмент перо вот здесь вот выберу фигура и как векторном редакторе потянув за усики за манипуляторы я создам фигуру и еще пример текст возьмем и напишем какое-то слово дальше мы обязательно файл сохранить как сохраняем в каком-то редактируемом формате то есть это можно оставить psd можно можно поставить тиф давайте мы оставим родной формат имя можно сейчас не задавать я нажимаю сохранить нажимаю ok и мы пойдем с вами в иллюстратор и в этом иллюстраторе файл обязательно открыть не импорта открыть открываем документ который мы только что создали я бы сохраняла на рабочий стол называется вот он без имени фотошоповский нажимаем открыть и программа нас спрашивает преобразовать слои в объекты в принципе так кнопка стоит по умолчанию но она обязательно должна стоять вдруг что-то у вас настройками сбилось нажимаем ok и что мы с вами видим друзья видим то что у нас объекты эти векторные то есть у нас смотрите что получилось у нас а если мы возьмем инструмент работы с контуром то у нас все вот эти вот манипуляторы и опорные точки они видим что они векторные то есть мы можем работать с ними как мы работаем с любым векторным объектом также перекрашивать его в любой цвет тоже касается текста то есть текст стандартный текст как будто бы мы его создали в в общем-то в иллюстраторе видите слои сохранились у нас окружение до разного цвета если мы пойдем в слои то мы тоже увидим что слои у нас стали по разному с текстом работаем как если бы мы воссоздали как я сказала в общем-то в самом иллюстраторе меняем можем поменять шрифт можем поменять регистр и так дальше то есть надеюсь я вам доказала то что фотошопе мы создаем не только растровые картинки но какой у меня вывод для вас и настоятельные рекомендации мы должны помнить что такие константы фирменного стиля как логотип знак фирмы также носители фирменного стиля они должны быть обязательно представлены в векторе то есть чтобы мы их спокойно масштабировали до размеров магистральных щитов но я считаю что если вы пришли в графический дизайн всерьез и надолго то нужно конечно же работать с векторными объектами создавать их именно в редакторах векторной графики это иллюстратор это корал то есть здесь все весь 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 интерфейс он конечно рассчитан и удобен для работы с вектором друзья мои на этом уроке я заканчиваю если он был вам полезен конечно же не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал кто еще этого не сделал если остались какие-то вопросы пишите их в комментариях не забывайте добавляться в группу там мы обсуждаем различные интересующие вас вопросы группа вконтакте ссылка тоже есть в шапке канала ну всем пока пока